Итак, теперь мы с вами поговорим по поводу нашего меню и заполнения важных страниц, таких как пользовательское соглашение, обмен, возврат, обратная связь, политика конфиденциальности. И внизу опять же это о компании, контакты, доставка, оплата и т.д. и так далее. Так вот, как это делается? Мы нажимаем вот сюда на три кнопочки и возвращаемся к нам в BackOffice и выбираем сайт, меню и страницы. Здесь мы с вами видим верхнее меню, нижнее меню, помощи, информация, подробнее о магазине, личные данные и нет в навигации. Что здесь надо знать? Надо знать то, что верхнее меню, оно у нас почему-то, вы можете сказать, не соответствует вот этому верхнему меню. Пользовательское соглашение, оферты, условия обмана. А здесь у нас каталог о компании, контакты. Потому что, к сожалению, не очень правильно все настроено. То есть, допустим, у нас вот это меню, пользовательская, оферта, политика, она находится как нижнее меню. То есть, вот она, пользовательская, оферта. И если я сейчас поменяю местами пользовательская, оферта и обновлю сайт, мы увидим, что здесь они также поменялись. Итак, что надо сделать? Надо заполнить все эти страницы. Допустим, оферта. Чем удобно? Во-первых, сразу вам хочу сказать, оферты и политика конфиденциальности, они должны быть по закону у вас на сайте обязательно. InSales о вас позаботился и сделал шаблон оферты, который вы можете легко подправить. То есть, вы заходите, видите, у вас уже есть текст и просто желтым выделено то, что вам надо подправить. Настоящие документы, укажите домен магазина, стираете, пишите сайт.ру свой. Название юрлица или ИП. Пожалуйста, все это прописывайте, изменяйте и добавляйте. Если вам не нужна какая-то из этих страниц или вы хотите с верхнего меню убрать это в нижнее меню, то просто берем и вот так вручную переносим. Мы хотим написать о компании, хотим сделать красиво. Удаляем все, пишем, пишем. Все, что надо, мы выделяем, грубо говоря, жирным. Все, что надо, мы выделяем, допустим, тегами заголовков. Надо нам, мы вставляем сюда фотографию. Ну, то есть, обычный визуальный редактор, который, я уверен, многие из вас уже видели в прошлых наших уроках. То есть, все, что хотите, пожалуйста, сюда добавляете, жмете кнопочку сохранить, так у вас редактируется. Переходим, допустим, в нижнее меню и видим, что вам не нравится каталог, а компании. Столько много информации, еще и оферта постоянно повторяется. Что делать? Находим два этих меню. Каталог, а компания и доставка. А здесь оферта, политика, ттт и так далее. Ищем каталог. Так. Вот оно, верхнее меню. Оно почему-то называется у нас как верхнее меню. Можно его переназвать. От этого ничего не поменяется. То есть, если здесь я его назову нижний или подвал, на сайте вашем ничего не поменяется. Вот у нас каталог, оферта, так далее, так далее, так далее. В принципе, часть из этих настроек вы можете скрыть здесь. То есть, мы видим, что у нас меню 1 – это верхнее меню. Меню 2 – это нижнее меню. И меню 3 – это, опять же, нижнее меню. Зачем нам два раза повторяется вот это и вот это? Непонятно. Давайте здесь мы просто удалим и получим, что у нас будет только одна вот эта. Либо вообще хотим остальное удалить, то, пожалуйста, здесь вот видите, что надо указать пермалинк. Если вы хотите указать этот пермалинк, то вы заходите сюда и можете просто выбрать, что здесь у вас будет написано. Сохранить. Все. Так мы, соответственно, поменяли наше меню внизу. Также оно в ручном редакторе, в принципе, меняется и наверху. И заполняются все ваши контентные страницы, такие как оплата и доставка, просто в визуальном редакторе. Как это сделано у меня? Вы можете легко посмотреть на моих сайтах. Зайдите на, допустим, Кулакшоп. Смотрим оплата и доставка. И смотрим, как у меня сделано. То есть, у меня идет, опять же, расчет. Это делается отдельно. И варианты. Самовывоз Москва. Добавлена наша карта. Доставка курьером по Москве, по России. Почта. Транспортные компании и так далее, так далее, так далее. Делается все это очень легко. Ничего страшного в этом нет. Если у вас вдруг появятся вопросы, то смело пишите их в комментариях к этому видео. А мы с вами едем дальше. До новых встреч.